Всем привет друзья, с вами Джонни и сегодня выходит 8 серия нашего пути до Бугатти Дива. Мы опробуем новый способ заработка, который посоветовал подписчик и могу уже заявить, что он реально топовый. Обязательно друзья ставьте лайки, давайте попробуем набрать под этим роликом 1000 лайков. Ну и также убедительная просьба, подпишитесь на канал, если вы до сих пор не подписаны. Спуститесь вниз и если у вас там горит красная кнопка, нажмите ее и превратите в серую. Ну и не забывайте ставить колокольчик, дабы не пропускать новые серии. Я если что играю на 16 сервере Arizona RP Gilbert, вся подробная информация как здесь начать играть будет в описании. И если будете регистрировать новый аккаунт, указывайте мой никнейм в поле пригласившего вас игрока. Ведь за это на пятом уровне вы автоматически получите 300 тысяч. И также на пятом уровне указываете самый топовый промокод решеточка стар. За него вы системно получите 720 тысяч. А если отпишите мне вконтакте, то сверху я докину еще 1 миллион. И уже на пятом уровне у вас будет сумма свыше 2 миллионов. Ну все друзья, желаю вам наиприятнейшего просмотра. Начинается наша серия с того, что я продал свой дом, который словил в прошлой серии. Купили у меня его за 10 миллионов 100 тысяч 1 доллар. И комиссия составила 505 тысяч. В любом случае, я в довольно неплохом плюсе с этого дома. И прямо сейчас у меня на руках 45 миллионов 867 тысяч 249 долларов. Далее я отправился на центральный рынок и начал выставлять предметы, которые мне не нужны. И первое, что у меня купили, это те самые антибиотики. Далее я вышел из игры и после большого количества времени снова начал торговать на рынке. У меня также купили 10 антибиотиков. Ну и по мелочи вы видите, что далее у меня покупали. Это сим-карта, также антибиотики. И по сути все. На следующий день я снова встал на центральном рынке и продавал вот эти вот предметы. И первое, что у меня купили, это была удочка. Далее у меня снова купили антибиотики. И я так понимаю, антибиотики на Резоне это как горячие пирожки. Ибо их очень часто покупают. Далее у меня купили один бронежилет и одну бронзовую рулетку. Спустя еще немного тот же игрок купил 3 бронзовых рулеток за 57 600 долларов. Спустя пару часов мне удалось взять вторую лавку на центральном рынке. Ну а как вы знаете, чем ближе у вас лавка, тем больше вероятность, что купят именно ваши предметы. Сейчас вы видите, что я выставлял на продажу. И первое, что у меня купили, это был ящик джентльмена. Продал я его за 624 тысячи. Далее по мелочам у меня купили деталь двигателя. Кто-то купил у меня пару бронежилетов. Также я продал набор для починки за 5000. У меня было 99 патронов дегла, которые кто-то купил за 332 тысячи 640 долларов. Ну и супер мото ящик продал я за 672 тысячи. И также у меня были две зловещих монеты, которые купили за 864 тысячи. И прямо сейчас у меня на руках 48 миллионов 749 тысяч 289 долларов. Ну а теперь пришло время приступить к тому самому способу заработка, который посоветовал подписчик. Вот его комментарий и он пишет. Буду писать под каждым видиком, чтобы ты работал на нефтевышках, ибо это самый лучший фарм. Ну что ж, братишка, сегодня мы попробуем поработать здесь и посмотрим, реально это фарм или нет. Первое, что нам нужно для начала работы на нефтевышках, это собственная лодка. Мы можем либо ее купить, либо взять в аренду. Я все же склоняюсь к тому, чтобы ее купить. Поэтому я прибыл на пирс города Лос-Антос, и там из лодок было не так уж и много экземпляров. И к примеру, модель JetMax стоимость 4 миллиона долларов. Не так уж и много, но загвоздка в том, что есть другие модели лодок. Например, вот эту, которую вы видите прямо сейчас. Называется она Tropic. И разница между ней и JetMax это, конечно же, в первую очередь цена, ну и количество бочек, которые умещаются на лодку. Например, в Tropic умещаются целых 11 бочек. Я решил спросить в вип-чат, сколько бочек уместится на JetMax, и мне игроки ответили, что 6. По итогу, не найдя человека, который мог бы мне продать Tropic, я вернулся обратно в порт Лос-Антоса и купил ту самую лодку JetMax за 4 миллиона. На руках у меня, кстати, сейчас 44 миллиона, 543 доллара, 289. Я сразу же отправился к ближайшей нефтевышке от этого места. Ее можно с легкостью найти в GPS. Ну все, аккуратненько оставляем нашу лодку, поднимаемся по лестницам вверх, и что мы здесь видим? Стоимость за 100 литров, то есть бочка, составляет 40 тысяч долларов. Покупаем одну бочку и платим за это 40 тысяч. Ну а далее нам нужно их поместить на нашу лодку, так как у нас JetMax, на нее максимум помещаются 6 бочек. Все, друзья, я полностью загрузил свою лодку. И небольшой лайфхак, для того, чтобы быстрее передвигаться по воде, можно поставить ограничение в FPS, а именно 20. Тем самым у вас будет игра лагать, но зато вы будете гораздо быстрее передвигаться по воде. Это, если что, правилами сервера не запрещено. Отличный я водитель, сказал бы я, если не попал бы в такую ситуацию. Но благо мне удалось вернуться в воду, и я продолжил свой путь. Если что, мы направляемся к месту, где мы будем продавать эти самые бочки. По дороге туда я увидел еще одну нефтевышку, и рядом я увидел какой-то пирс, где были припаркованы лодки других игроков. И я подумал, что мне следует также припарковать свою лодку рядом. И самый прикол в том, что когда я это припарковал, мои бочки с нефтью просто пропали, и они оказались в воде. Ну и как вы понимаете, забрать их обратно я уже не смог. Поэтому я перезашел, уселся в свой Маверик и направился на тот самый пирс, где я припарковал свою лодку. И у меня появилась замечательная идея, что если взять Твин Турбо с Маверика и поставить ее на свою лодку, по идее она должна плыть куда быстрее. А вот и мой Джетмакс, и кстати, мои бочки с нефтью остались также здесь, но уже владелец отсутствует. Короче, с ними уже ничего не поделать, поэтому я сел в лодку и поставил на нее Твин Турбо. И друзья, я был прав, она едет куда быстрее, нежели без Твин Турбо. А если еще поставить ограничение в 20 фпс, то она как будто просто летит над этой водой, реально очень быстро. Короче, я приплыл к той самой нефтевышке, что была рядом со мною и снова загрузил 6 бочек на свой катер. Ну а далее я прибыл в то место, где мы и будем продавать эти самые бочки с нефтью. Аккуратно оставляем нашу лодку здесь и берем по одной бочке, после чего относим ее на метку. Вы успешно продали бочку со 100 литров нефтью и получили 92 тысячи. То есть, получается, что мы покупаем бочку за 40 тысяч, а продаем за 92. И чистая прибыль с продажи одной бочки с нефтью составляет 52 тысячи. И получается, разгрузив 6 бочек, чистыми я заработал 312 тысяч. После того, как я все разгрузил, я вновь сел за руль своего катера и отправился уже на другую нефтевышку. Хотел кое-что проверить. По дороге я заправился на водной АЗС. И если будете здесь работать, ребят, то следите за уровнем топлива в вашем катере. Я приплыл к нефтевышке в городе ЛВ. Там я, кстати, увидел еще одного игрока, который также работал на Джетмаксе. Загрузил я, получается, полностью свою лодку. И просто какой-то парадокс. Но вы можете увидеть, что произошло. Я прыгнул, и у меня почему-то активировался парашют. И я умер. Оказался я в больнице. И если с вами случится то же самое, ни в коем случае, ребят, не перезаходите из игры. Я вышел из больницы, и так как у меня есть шар, к которому я также делал путь, я его собрал и полетел к той самой нефтевышке, где у меня остался катер. Так, все, шар можно убрать. И почему-то у меня в катере вместо шести бочек пять. Хотя, вроде бы, я полностью его заполнял. Ну, неважно, куплю я еще одну бочку. Все, теперь у меня их целых шесть. И какой-то игрок пишет мне, стой, что же он от меня хочет? И он передал мне сорок тысяч. Я спросил, за что? И как оказалось, это он у меня украл одну бочку. Теперь понятно, куда она пропала. Далее уже с полной лодкой я вернулся в то место, где мы сдаем те самые бочки. И к моему удивлению, в этот раз, когда я сдавал бочку, мне был добавлен предмет ящик Майнкрафт. И мне так и написало, получено вознаграждение ящик Майнкрафт. Вот он, кстати, в инвентаре выглядит так. И я так понимаю, это то же самое, что и на других работах. Например, на дальнобойщиках вам падают ларец дальнобойщика, а здесь вам падают такие вот ящики Майнкрафта. И не только. Когда я хотел сдать последнюю бочку, мне написалось. Ошибка, вы можете сдать всего 11 бочек раз в 30 минут. Осталось еще подождать 7 минут 29 секунд. И получается, что мы не можем бесконечно сюда приносить эти самые бочки. И если посчитать, то за 1 час, то есть за 60 минут, мы можем сдать не более 22 бочек. Простым математическим расчетом мы можем понять, что за 22 бочки мы заработаем чистыми 1 миллион 144 тысячи долларов. Я хотел кое-что проверить, и мне нужно было поставить бочку вниз. Я спросил у игроков, как это сделать, и мне ответили просто ударить. И вправду бочка упала вниз, но ее объем уменьшился. И вместо 100 литров там уже было 95. После этого я перезашел и открыл бесплатный сундук, с которого, как обычно, мне выпала бронзовая рулетка. У меня их, кстати, целых 7. Далее я снова вернулся к своей лодке и снова поехал загружаться к нефтевышке, которая находилась рядом. Продал все бочки, после чего решил снова вернуться к нефтевышке рядом с Сан-Фьерро, ибо до нее гораздо быстрее добраться, нежели чем до других. И разницы, я так понимаю, вообще никакой нету. Может, я что-то неправильно понял, поэтому поправьте меня в комментариях. Но во всех нефтевышках одна и та же цена на скупку бочек. И в этот раз, когда я уже приехал обратно продавать эти бочки, мне писалось, что я слишком быстро доставил бочку. Честно, я не знал, что делать в этом случае. Я спросил у какого-то игрока, и он мне посоветовал пойти на лодку, положить и снова взять по новой. Может быть, поможет. И, кстати, это правда помогло. И снова, когда я попытался сдать последнюю бочку, у меня появилось КД, ибо это уже была 12-я бочка, а за 30 минут мы можем сдать не более 11 штук. Я решил эту бочку оставить на пол. И так как у меня было мало топлива, я решил отправиться на нефтевышку в сторону ЛВ, ибо там по дороге была АЗСК, на которой было топливо. Снова полностью загрузился, приехал обратно и начал всё это сдавать. И, кстати, та бочка, что я поставил на пол, она исчезла. Поэтому лучше так не делать. Я думаю, принцип работы вы уже поняли. И помимо ящика Майнкрафта, мне также падал ларец Суперкарбокс. За то небольшое время, что я работал, мне выпало аж целых 2 штуки. И, кстати, именно с этого ларца падает тот самый Бугатти Диво, к которому мы идём. И я так понимаю, это самый дорогой ларец, который есть на сервере. Возможно, я ошибаюсь, поэтому поправьте меня в комментариях. За полтора часа работы у меня на руках уже было 46 миллионов 123 тысячи 97 долларов. В какой-то момент я просто не уследил за топливом, и оно у меня закончилось. Я попытался заправить её канистрами, но это просто не помогало. И я решил написать в репорт, чтобы попросить помощь у админов. Огромное спасибо админу Джейсон Инксайз за то, что помог мне с этой проблемой. Я работал ночью, а именно на тот момент время было 3 часа ночи, 26 минут по московскому. Поэтому я правда благодарен админам за их помощь. И если подвести небольшие расчёты, за то время, что я там работал, А именно, начал я работать в час ночи, 16 минут, и закончил в 3 часа 56 минут, Заработал я в вертах примерно 2 миллиона 200 тысяч. И помимо этого, мне выпало 2 ларца Майнкрафта и 2 суперкарбокса. Если смотреть по средней цене, то ларец Майнкрафта стоит 550 тысяч, А суперкарбокс в среднем продают за полтора миллиона. Но я видел некоторых игроков, которые продавали его и за 2. И получается, что только за счёт этих ларцов вы выходите в какой-то нормальный плюс, Ибо если всё это продать, можно заработать неплохие деньги. На этом, наверное, я завершу данную серию, ибо она реально растянулась уже в следующей. Возможно, мы ещё тут поработаем, и те самые ларцы я буду прям продавать на рынке, И покажу, сколько с этого можно заработать. На этом данный ролик заканчивается. Спасибо всем за просмотр. Не забывайте про лайки. Ну а с вами был Джонни Стар. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok